Всем привет! Вы на канале MarosLive. И сегодня будет информация, которая касается тех людей, которые хотят попасть в Чехию позапрограммами «Квалифицированный работник». Вышла новая новость, которую я буквально на днях прочитал на сайте. Буду читать с источника на украинском языке. Система регистрации в форме жеребкувания для призначения термину особистой подачи заявы на рабочую карту, которая не подпадает предпрограмму «Квалифицированный працивник», программу «Высококвалифицированный працивник» и программу «Проведный науковый персонал». То есть, кто не в курсе, есть две программы. Первая программа – это аналогично бывшему режиму Украины, когда за вас работодатель подает всю информацию в консульство, вы приезжаете на определенную дату и подаетесь на рабочую карту. И второй вариант – это уже поддаваться самому. То есть, вы поехали в Чехию, например, по трехмесячной визе, получили пакет документов от работодателя, но этот работодатель не подпадает под программу «Режим Украины бывший» – это нынешний высококвалифицированный либо квалифицированный работник. Поэтому человеку нужно приехать самому в консульство, на какой-то день зарегистрироваться и самому подавать всю эту информацию. Сейчас ввели новую систему, систему жеребьевки. Полную информацию сейчас вам прочитаю и расскажу. Также ссылочку оставлю под этим видео. Чтобы полностью были информированы во всей этой новости. Значит так, проведется новая система реестрации в форме жеребьевки. Реестрация будет действовать с метою призначения терминов особистий подачи заяв на период березень-травень 2020 года. Серед всех подданных заявок Министерство закордонных справ Чехии Республики оберет шляхом жеребьевки 180 осіб, которым будет визначен термин особистий подачи заяв на период березень-травень 2020 года. До жеребьевки допускаются лишь реестрационные заявки, поданные соответственно таких правил и терминов. Честно, ребята, для меня лично это как бы чуть-чуть такой шок. Почему? Потому что не каждый сможет попасть по этой программе. То есть всего 180 человек сможет попасть по этой жеребьевке. А теперь следуем дальше и слушаем, какие правила в этой жеребьевке. Значит, первое. Реестрация відбуватиметься у таких дней и годин. Від 14.01.2020 года до 19.02.2020 года. Завжди у вівторок, середу и четверг. У период від 14 до 15 годин. То есть, ребята, дается один час, чтобы зареєстрироваться онлайн. Это раз. Второе. Заявник особиста або его вповноважений представник на підставе нотаріально завереної доверенности должен прибыть до Генерального консульства Чеської Республики у Львови за адресою міста Львів в улице Антоновича, 130А. То есть можете приехать лично вы, либо особа, которая будет вас представлять. То есть, но с нотаріально завереною доверенностью. Третий пункт. Заявник может зареєструватися с метою призначения терміну подачи лише однией заяви на рабочую карту. Четвертий пункт. Повноважений представник может зареєструвати лише одного заявника. То есть, если за вас кто-то там приехал, может вас зареєструвати на одну заявку. Пятий пункт. Заявник надає документ, що посвідчує особу та копію старинки закордонного паспорта з особистими даними. Повноважений представник, окрім копії старинки закордонного паспорта заявника з особистими даними, повинен надати нотаріально заверену доверенность. Своє посвідчення особи та копію старинки свого закордонного паспорта з особистими даними. То есть, здесь указана інформація, Если за вас кто-то приехал, например, какой-то родственник или еще кто-то, друг, живет во Львове, а вы там, например, в Харькове, в Днепре, в Киеве, чтобы не кататься, то есть за вас могут это все подать, нужны такие документы. Теперь внимание. Шестой пункт. Заявник повинен сплатить административный сбор в размере 1000 чайских кронок в эквиваленте евро готівкой. Оплата карткой или другой валютой неможлива, соответственно до актуального месячного курса. В січні 2020 року на данный сбір становить 39 евро. Сбір не підлягає поверхню. То есть фішка какая? Выиграли вы в этой жеребьевке, не выиграли, вы все равно платите 39 евро. Поэтому вернуть эти деньги нереально. И сколько будете там подаваться, 5-6 раз, допустим, ну не дай Бог, конечно, лучше подаваться с первого раза и уигрывать в этой жеребьевке. Опять же, таких ребят касается, которые будут подаваться вне программы, квалифицированный работник. То есть все вот эти деньги, которые вы будете тратить, они не возвращаются. Седьмой пункт. Після сплати збору заявнику видається контрольный талон, подтверждение сплати адміністративного збору, с уникальным номером, который будет предметом жеребкувания. Оплата збору не надает право на призначение терміну подачи заяви на рабочую карту. Восьмой пункт. Про результат жеребкувания зареєстровані заявники безпосередньо не информуватимуться. То есть телефоном, электронной почтой или другим чином. Информація про те, чий конкретный талон выиграл в жеребкувании, а також конкретный термін особистой подачи заяви, будет опубликовано лише на веб-сайті консульства, не пізніше 28 лютого 2020 року. Консульство цього дня також опубликує контрольный номер талон, которые не выиграли. Жеребкувание для призначения терміну особистой подачи заяви. Девятий пункт. Если участник, который выиграл жеребкувание, опубликованный термін не прибудет, термін пропадет. Ну и дальше там регистрация для подачи заяви на какие там периоды и всю информацию прочитаете. Вот. Еще один важный пункт. Також звертаем внимание, что даже если вы подали заяву на рабочую карту, не гарантуется, что рабочая карта будет видана. Решение щодо заяви принимает Министерство внутрішніх справ Чечской Республики и немає юридичного зобовязання щодо выдачи рабочей карты. Честно, я не знаю, как это комментировать, ребят. Фішка в том, что, я так понимаю, что было очень много людей, была толпа, которую они увидели, и решили теперь с каждого сбить эти 39 евро. Ну, все желающие, конечно, кто хочет поехать в Чехию таким путем. Вот. Вы заплатили, они выбрали 180 человек в месяц. Опять же, это не дает гарантии того, что они примут ваши документы. Но, помимо этого, вы еще обязаны будете платить консульский сбор в размере 197 евро. Поэтому, считайте, это то, что официально берет страна при выезде в Чехию. Честно, я не знаю, куда идут эти деньги. Делитесь своим мнением, делитесь своими комментариями по поводу этого нового новшества, нового жеребку Ваня назовем, так сказать его. Вот. Ну, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Всем пока.